Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров 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 А.Егорова Вот скажите, пожалуйста, вы когда маленькие были, когда вам было лет 6-7, у вас были такие вот игрушечки, которые к лампе поднесешь, а потом под одеяло залезешь, и она светится? Под одеяло залазили, светили? Я тоже под одеяло залазил, и тоже светил. То есть у всех это было. Вот это явление изучал Беккерей. И обнаружил, что оказывается есть вещества, ну в частности это была урановая соль, или урановая обманка ее называют, которую совершенно не обязательно было выносить на Солнце, чтобы она, так сказать, зарядилась какой-то энергией. Обнаружил это совершенно случайно, вот на фотопластинке у него лежали два кусочка этой урановой соли, и после проявления он обнаружил там такие вот пятна. То есть она засветилась, пленка засветилась, то есть оказалось, что этот уран излучает какие-то лучи, из-за которых засвечивается вот эта вот пленка. Потом, позже уже выяснилось, что явления, которые были открыты рентгеном, и которые были открыты Беккерелем, они взаимосвязаны. То есть это природа этих явлений примерно одна и та же. А что же являлось источником этого излучения? Два знаменитых ученых, Мария Складовская-Кюри и ее муж, Верх Кюри, в 1898 году, они открыли вот тот источник излучения, который находился вот в этом уране, имея небольшую лабораторию, которую они называли «Сарай». И они, вот до открытия радиоактивности урана, уран считался вообще совершенно бесполезной породой. Уран использовался для того, чтобы окрашивать стекла. Вот вы знаете, что такое хрусталь? Чем хрусталь отличается от обычного стекла? В хрусталь добавляется свинец, вернее, в стекло добавляется свинец, и получается хрусталь. У него такой блеск, такой звон соответствующий. Если вы будете добавлять туда другие вещества, ну, например, там тот же самый уран, да, когда добавляют, стекло приобретает зеленоватый оттенок. И в зависимости от концентрации урана он будет желтоватый, коричневатый, там багрово-красный, зеленоватый и так далее. И дело, уран использовался исключительно для изготовления окрашенного стекла. А это стекло потом использовалось для того, чтобы делать эти самые витражи в церквях и так далее. Кстати, недавно, вот вчера, по-моему, был фильм о Людмиле Гурченко, и у нее, они вместе с мужем собирали посуду из уранового стекла. У нее просто колоссальная коллекция тарелочек, рюмочек всяких там, скляночек, сделав зеленого цвета из уранового стекла. Причем, как говорит ее муж, что это самая наибольшая коллекция в России, которую он знает. Так вот, они обнаружили, что в этом ранее химическими методами выделили вот этот вот радий, там буквально граммулечку выделили. И химики тогда говорили, что нет, вот если вы нам скажете молекулярный вес, тогда мы, как вы скажете молекулярный вес, тогда мы ее включим в периодическую систему элементов. Они и это нашли, они нашли этот молекулярный вес этого радиа, и ради получил, значит, права на жизнь и вошел в периодическую систему элементов, как новый элемент, новый радиоактивный элемент. Кюрик, к сожалению, погиб. Погиб очень страшно, он попал под карету, ему колесом раздавило голову, он погиб. Мария Складовская была в очень подавленном состоянии, год целый, она была буквально на грани истощения, на грани смерти, и ее родные, ее родственники, они ее, в общем-то, вытащили вот из этого состояния, она продолжила работу, и продолжила работу настолько интенсивно и активно, что была удостоена Нобелевской премии второй раз. Первая Нобелевская премия за открытие радиа была вручена им обоим, и Марии, и Пьеру Кюри, а вторую Нобелевскую премию она уже получила одна. Причем это, вообще-то говоря, уникальный случай в истории Нобелевского комитета, когда не просто два раза дали Нобелевскую премию, а два раза женщине дали Нобелевскую премию, и один раз по физике, а второй раз по химии, или первый раз по химии, а второй раз по физике. Вот, это был такой вот уникальный. Она создала в Париже институт радиа, этот институт до сих пор существует. Умерла она от острой лучевой болезни, поскольку не было тогда никаких знаний о том, какой вред это несет человеку, и она работала без каких-либо средств защиты. Вот, естественно, уже под конец жизни у нее и руки были все в язвах, она носила перчатки такие, чтобы это не было видно. И могила, где похоронена Мария Сладовская-Кюри, она до сих пор, там в районе могилы небольшой повышенный фон. Ну и, знаете, что это такое вообще? Что это такое за излучение? Что это за явление радиоактивности? Радиоактивность — это, или ионизирующее излучение, это частички, которые образуются в результате распада ядер, радиоактивных ядер. Вот эти частички имеют вот такое происхождение. Х-лучи — это тормозное излучение, которое возникает при проникновении электронов в полость катода. Каким образом эти частицы можно теперь регистрировать? Как мы их можем регистрировать, как мы можем отличать одно от других? Вот я в руках держу некое устройство маленькое, которое называется счетчик Гейгера. Вот он так вот выглядит, этот счетчик Гейгера. Я могу его сейчас вот передать, вы его так в руках подержите. Значит, что это за устройство такое? Вот здесь вот два контакта, сюда подается очень высокое напряжение. И если заряженная частицка пролетает в газовую среду, которую наполнит баллончик, то между анодом и катодом возникает разряд. Этот разряд фиксируется прибором, и можно подсчитать, сколько частиц там пролетело. Вот счетчик Гейгера, знаменитый счетчик Гейгера. Посмотрите, подержите его в руках, не бойтесь, он совершенно не радиоактивный. Ну и вот в процессе исследования, изучения выяснилось, что вот эти частицы, они самые разнообразные. То есть это и электроны, и позитроны, это ядра, это протоны, это ядра гелия, которые мы сейчас называем альфа-частицами. Это гамма-кванты, это фотоны фактически, только очень высокая энергия. Вот обратите внимание на эти картинки, которые я сейчас несколько слайдов специально в интернете нашел. После того, как был открыт этот радиоактивный, как коммерсанты подхватили это все. Вот они начали производить шоколад, который называется радиоактивный. Крем, пудра, духи, ради, значит, что тут еще было? Вот смотрите, радиоактивная, радиевая водичка, пузыречки. Это что такое? Какое-то даже сертифицированное, а еще какая-то водичка сертифицированная. Понятно, что там ничего не было. Это просто, так сказать, на этикетках такой коммерческий прием такой был, что вот смотрите, радио открыли, а мы сейчас тут очень полезны для здоровья. Зубная паста радиевая, бритвы для бритья, тоже с содержанием радиа. Ну вот, понимаете, вот на что, так сказать, способна человеческая выдумка. Несколько определений, извините, но придется какие-то определения сделать. Итак, что такое радиоактивность? Это распад неустойчивых ядер, которые сопровождаются вот испусканием различного вида частиц. Эти частицы мы называем ионизирующие излучения. Вот определение, что такое ионизирующие излучения. То есть то излучение, которое производит ионизацию в среде. И, собственно, вот эта вот ионизация в среде, это и есть тот неблагоприятный момент, который может воздействовать на наш организм. Ну и какие-то бывают альфа-частицы, это ядра гелия, бета-частицы, это электроны или позитроны, гамма или рентгеновские, это электромагнитное излучение определенной энергии. Ну и есть еще и нейтроны, нейтральные частицы. Это, конечно, не все частицы, на самом деле, гораздо больше. А каковы источники? Ну да, вот давайте немножечко о единицах измерения. Потому что, как говорят, наука начинается там, где мы начинаем что-то измерять. Если у нас нет в руках какого-то механизма для измерения, то это не наука. Это, так сказать, какая-то, так сказать, антинаука. Вот за единицу измерения радиоактивности вводится такая вещество, которая называется бекерель. Ну, по имени вот бекереля, который, собственно, открыл. Бекерель — это число распадов в одну секунду, в единицу времени. Вот сколько распадов в этом веществе происходит — вот такая вот может быть активность. Активность может быть удельная. Это может быть количество распадов на литр, количество распадов на килограмм, на грамм и так далее. Но в любом случае это количество распадов в единицу времени. Это очень маленькая величина. В природе вот эти вот вещи, которые, так сказать, радиоактивные источники, которые существуют в природе, их активность намного больше, чем один бекерель. И действия ионизирующего излучения на вещество Когда эти потоки излучения попадают в какое-то вещество или в наш организм Они оставляют там энергию Они ионизируют вещество и оставляют там свою энергию Для того, чтобы как-то количественно измерять Вводится величина, это количество энергии, поглощенное в одном килограмме этого вещества В системе С энергия, кто помнит школьную физику, это джоуль Вот один джоуль на один килограмм, эта величина называется один грей Эта величина очень большая Один джоуль на один грей, это смертельная доза Один грей, это смертельная доза Реальные дозы намного меньше Вот такие вот единицы Теперь для того, чтобы вы почувствовали, что такое много, что такое мало Я всегда, вот и своим студентам всегда, чтобы было интересно Чтобы, так сказать, вы не теряли нить рассуждений Помните, был мультфильм, где там герои слоник, мартышка, крокодил, попугай И там, значит, был вопрос такой Ну, во-первых, там они измеряли то в попугаях, то в удавах Потом был какой-то вопрос, а что такое куча? Ну, что такое много, что такое мало? Что такое куча? Мартышка сказала, что это когда все съел и еще хочется, значит, это была не куча А если все съел и больше не хочется, значит, это была куча Так вот, что такое много, а что такое мало? Вот, посмотрите, активность некоторых жидкостей Причем это природная радиоактивность Потому что радиоактивные вещества, они присутствуют вокруг нас Они присутствуют в воздухе, они присутствуют в металле, в дереве, в почве и так далее Питьевая вода, это 0,7 беккереля на литр Ну, а дальше, вот видите, виски, 45 беккерелей И оливковое масло уже побольше, 180 беккерелей Ну, это средние характеристики Примерно вот так вот Примерно вот так вот распределяются эти активности То есть наша, спасибо Наша жизнь, она окружена, окружена вот радиоактивными веществами Мы сами радиоактивные Мы сами радиоактивные И некоторые утверждают, что женщины более радиоактивны, чем мужчины Да, потому что в женском организме больше радиоактивного изотопа калия Который присутствует в природе Вот, ну это на уровне шутки, понятно Это как это, вовсе не означает, что сейчас надо так сказать Чтобы женщины сидели отдельно, а мы сидели отдельно Надо отодвинуться друг от друга Закон радиоактивного распада В отличие, скажем, от таких вот источников опасности Как, например, там, цианистый калий Который возникает там на ряде производства Его где-то там захоранивают Вот он, как вот он был, ядовитый Так он тысячу лет пройдет, он таким же ядовитым и останется А вот законы радиоактивного распада С течением времени активность падает Причем падает вот по так называемому экспоненциальному закону То есть Е в степени минус лямбда Т Чем больше времени проходит, тем активность падает, падает и падает Это вот такие законы радиоактивного распада Ну и вот несколько слов о том, какие у нас существуют источники естественной радиоактивности И как они, так сказать, соотносятся друг с другом Вот радиоактивность земного происхождения Это составляет примерно 66% Дальше космическое излучение Потому что Земля подвергается воздействием потоков космических лучей Это там целые, так сказать, от Солнца идут Солнечный ветер и галактические протоны и так далее И в атмосфере рождаются радиоактивные изотопы Под воздействием вот этих ядерных реакций И вот космическое излучение Это примерно 15% Это наше, так сказать, воздействие на наш организм И земного происхождения есть внутреннее и внешнее Вот 66% это внутреннее То, что к нам попадает с пищей, с воздухом А внешнее это то, что, так сказать, облучает нас снаружи Вот по поводу наружного облучения Прежде чем перейти дальше Я, наверное, вот сейчас воспользуюсь вот этим вот Вот этой вот установочкой Значит, что это такое? Значит, здесь установлен прибор Который аналогичен вот этому счетчику везда Вот он находится вот здесь Тут небольшой усилитель сигналов И вот это источник Здесь находится источник альфа-частиц А здесь находится плутоний Но этот источник альфа-частиц плутоний Это, так называемый, калибровочный источник Который используется для калибровки приборов То есть он очень неактивный То есть мы, если только его съесть, наверное, только тогда он будет Какая-то опасность представить А импульсы, которые производит вот этот вот счетчик, который стоит здесь Они обрабатываются предусилителем И делается, так сказать, специальная форма И эти импульсы поступают на прибор, который называется Пересчетный прибор Или как-то по-разному Потому что на жарбоне его называют пересчетным То есть он их импульсы считает Я могу здесь на этом приборе установить время Но тут сейчас стоит 10 секунд Я поставлю побольше Ну вот, на 200 секунд поставлю Значит, смотрите, что получается Вот я сейчас подношу этот источник прямо в непосредственную близость к счетчику И включаю на измерение Вот, посмотрите, как он считает импульсы, с которыми попали альфа частиц Я теперь начинаю отодвигать этот источник Видите? И вот я уже отодвинул И оно уже почти не считает ничего Теперь я опять приближаю поближе Ну вот опять начинает считать То есть вот эта альфа частица Это ядро гелия Оно пролетает в воздухе Вот такое маленькое расстояние Поглащается Ну а теперь давайте смотрим дальше Я сейчас покажу еще Вот такой, значит Я беру 100 рублей Кто-то говорит, лучше возьмите 500 И вот я раз Все То есть альфа частица полностью поглощается в бумажке Полностью поглощается Ну не понимаю, что 500 рублей сильнее А 1000 рублей вообще будет отлетать назад То есть альфа частицы Это вот такой вот особый вид Я не знаю Альфа излучение, которое имеет очень короткий пробег в воздухе Порядка двух сантиметров А если мы подвергаемся облучению альфа частиц снаружи Наша кожа для этих альфа частиц просто броня Они не проникают в наш организм Они могут, если сильные потоки, могут нанести только ожог Какой-то на кожу принести и все Альфа излучение опасно, когда Альфа-эффективный препарат попадает внутрь вместе с пищей Вот это уже становится опасно Потому что внутреннее облучение, к сожалению, там уже никуда не денешься Да, теперь, значит, здесь я еще сейчас вам покажу один эксперимент Смотрите, я это убираю отсюда вообще подальше Теперь я беру Все летали на самолетах, да? Все знают, что когда идет взлет Говорят, выключите телефоны Зачем я выключаю телефон? Чтобы помехи не создают Смотрите Вот я телефон включил на вызов Это не означает, что телефон радиоактивный Здесь нет никаких альфа-частиц Телефонов Но этот телефон создает помеху на то электронное устройство, которое здесь находится И он дает вот эти отложные импульсы Вот то же самое может пройти с навигационной аппаратурой, когда вы включаете телефон Может произойти какие-нибудь сбои и самолет может, так сказать, как-то там заблудиться Вы, кстати, сейчас отказываются уже некоторые авиакомпании Они разрешают Ну, видимо, сделали какие-то защиты, да? Или там частоты диапазона Я знаю, я буквально на прошлой неделе Я летел с Казани Я включил в полеты, когда мы уже были на высоте 10 тысяч Я включил телефон, но мне нужен был калькулятор Я включил телефон, начал пользоваться калькулятором А вдруг в этот момент мне приходит смс На высоте 10 тысяч литров И написано Вы подключены А, Sky Air Вы подключены к спутникам системы Пожалуйста, пользуйтесь Значит, входящие, исходящие 150 рублей То ли за секунду, то ли за минуту То есть, у них, видимо, уже в самолете стоит какой-то там типа роутерн, да? Который моментально на самом деле все делает Вот такое дело Дальше пойдемте Дальше пойдемте Так, это вклады различных видов облучения в дозовую нагрузку В нашу полную нагрузку Вот что мы, так сказать, испытываем Природный фон дает нам 43% Медицинское облучение, которое мы раз в год, в общем-то, должны пойти и сделать программу на всякий случай Это 51% То есть, годовое облучение от природных источников Оно примерно равно однократному посещению флюорографического, рентгеновского кабинета Рентгеновского Потому что флюорография там, помню, чуть поменьше дозы Вот, ну а дальше, видите, там всякие ядерные испытания, стройматериалы, телевизоры Сейчас телевизоры уже можно исключить, поскольку уже нет электронно-лучевых трубок практически ни у кого Полеты на самолетах и так далее Это уже мелочи То есть, основная дозовая нагрузка, которую мы испытываем Это природный фон и медицинские процедуры, которые вот все, все остальное Можно, так сказать, это малые, малые поправки Вот здесь у меня есть табличка, я хотел, не успел Или забыл, или не успел Это такая табличка, по которой можно посчитать свою собственную годовую дозу В зависимости от того, где вы живете, на каком уровне от моря вы живете В каком районе вы живете, там, где там граниты или там осадочные породы Жилища, ваш дом из дерева, из кирпича или из бетона Дальше, что мы кушаем обычно Дальше, полеты на самолете На каждые 500 километров надо тоже что-то добавить Ну и, знаете, вот это вы все всуммируете И вы получаете вашу годовую дозу В среднем, в среднем, она получается где-то около 2, от 2 до 3 милизиверт в год От 2 до 3, зиверт это примерно то же самое, что и грей Милизиверт в год Вот, может быть, кому-то запомнится эта цифра Вот, ну просто имейте в виду Эта цифра, на самом деле, это природный фон Вот, пока мы с вами тут сидим И пока я говорю эти слова Через каждого из вас пролетело больше 100 тысяч частиц Самых разных Вы что, не почувствовали? Никто ничего не почувствовал А они пролетели, а они пролетели Потому что, если я сейчас включу вот этот вот прибор Он, правда, у нас малочувствительный Вот, источник я далеко оставил Но если я его включу Он так иногда, иногда Но, бах, он что-то скажет Время пошло И где-то так Одна частичка, две частички Как-то там пролетят Ну, какой-то фон будет измерен Вот, в принципе, наверное Самое основное Это то, что я хотел сказать Я рассказал Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому